Проспект Кирова – одна из самых загруженных улиц Самары. Сейчас на дороге начался комплексный ремонт от заводского шоссе до улицы Победы. Ход работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. Здесь заменят не только дорожное полотно, но и тротуары, бордюры, а также трамвайные межпутии. Кроме того, на путепроводе сделают дополнительное ограждение трамвайных путей, чтобы по ним не ездили автомобили. Это у нас первый раз вот такой, так скажем, выделенки делаем для трамвайных путей. Глава Самары проверила и другие объекты улично-дорожной сети, которые вызывали нарекания у жителей города и которые будут отремонтированы в этом году. Так, на улице Земица отремонтируют путепровод длиной 510 метров, уложат новый асфальт, восстановят бордюры и там, где необходимо, выполнят замену гидроизоляции. В основном здесь движение большегрузное, трафик здесь очень большой. Будем выполнять работы, устанавливать светофоры, реверсивное движение. То есть мы будем работать на одной полосе. Активные работы ведут на Ракитовском шоссе. В ближайшее время подрядчик на сухих участках дороги начнет фрезерование старого асфальта. А пока продолжается установка ливневой канализации, чтобы отвезти с дороги лишнюю влагу. Канализационные решетки установят в трех местах на протяжении всей дороги. Первый дождеприемник у нас практически, вот светобор и вот грузовик едет. Вот там у нас будет первый дождеприемник с тремя решетками. Другой у нас вот будет чуть ниже. И третий дождеприемник практически метров за 150 до места врезки перед Карлом Марксом. Те дороги, на которых было особенно много жалоб. Это и Ракитовская, это и Землица, это и проспект Кирова, это и Чекистов. Понимаю сроки, когда на другие дороги зайдут у нас подрядные организации на дорожное полотно. Кроме того, глава города оценивал не только состояние дорог, но и общее благоустройство Самары. К некоторым улицам у Елены Лапушкиной были нарекания, которые она передала главам городских районов. Закончила объезд глава Самары на аллее трудовой славы. Она приняла участие в субботнике на территории, где будет установлена стела «Город трудовой доблести». Это звание было присвоено городу президентом России Владимиром Путиным прошлым летом. Участие в субботнике принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. После работ они вместе с главой города осмотрели территорию и обсудили на месте комплексное развитие всего участка. И какие работы еще предстоит сделать. Надо, конечно, подумать, как мы делаем это всегда, о комплексном преобразовании пространства и прилегающей территории. Здесь еще очень много работы. И мы сейчас с главой городского округа, с Еленой Владимировной Лапушкиной это обсудили. Здесь много что предстоит сделать, чтобы появившийся здесь знак выглядел гармонично и создал действительно торжественную обстановку по всей территории. Минувший субботник стал вторым общегородским в этом месяце. Еще один, общероссийский, состоится 24 апреля. Работать также выйдут все муниципальные службы города. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События.